МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И на интернет-рынке Америки Мы к вашим услугам Мы делаем ежедневные обновления на своих сайтах Я думаю, многие из вас, кто сегодня слушает нас Это видят Те, кто еще не успел подписаться, милости просим Равно так, как и подписаться на наш подкаст в Ютубе Который называется ТВ-клуб Континент Там вы встретитесь тоже с очень интересными людьми Ну, а сегодня тема радиоблога следующая Мне бы хотелось поговорить с моей замечательной собеседницей Вот о чем Прежде чем я ее представлю Ну, в принципе, почему бы не представить Это хорошо известный вам журналист Из Нью-Йорка Елена Пригова Елена, добрый день Здравствуйте, добрый день Вот, так вот, тема Тема такая, что Добропорядочная конгресс-вумен Которая с 87-го года Радует нас своим пребыванием В стенах конгресса Зовут ее Нэнси Пелоси В очередной раз она выступила с очень звонкой, громкой инициативой Выдать народу, страдающему от последствий И еще не оконченных последствий Это все в процессе коронавируса Очередные 3 триллиона долларов Не тугриков, заметьте, долларов Так вот, 3 триллиона Вопросов сразу возникло очень много Куда это пойдет, зачем это нужно Естественно, головы горячие говорят, что и 3 триллионов мало Ведь страдаем, надо бы побольше Тем более, печатный-то станок у нас Не где-нибудь в Китае печатаем эти зеленые У нас Но Более здравые люди говорят, что Это В общем-то неправильно И доказывают, почему это неправильно Так вот Даже Удивительным образом Как я помню, может ты меня поправишь 14 конгрессменов Членов Демпартии Нарушили Свою Партийную левую дисциплину И проголосовали против Ну, правда, мы знаем почему Потому что Это люди Живут в тех штатах, где Трамп имел преимущество 6 и более процентов На предыдущих выборах А им-то надо переизбираться И они чувствуют настроение своих избирателей Но, тем не менее Значит, Трампу вот этот документ В Белый дом ушел И вот я бы хотел С тобой поговорить именно о том Как ты сама Смотришь на это И как смотрят на это Те или иные Слои, скажем так Населения Твоего замечательного города Это настолько тяжелый вообще вопрос Вот как смотреть на то, что является очевидным С одной стороны для нас И не очевидным для тех людей Которые пострадали больше Я сегодня на эту тему уже провела Часовую передачу Это связано с коронавирусом Как нужно относиться вообще К тому, что происходит У нас в стране И вообще в мире с коронавирусом Как нужно относиться к тому Что мы сами Еще не знаем Что это такое Потому что Кто-то говорит, что это грипп И настаивает на том, что это грипп Или воспаление легких А врачи сами не знают, что это такое И у нас Все наши врачи И врачи мира Пока точно и ясно не определили С чем же мы боремся Потому что Кто-то предлагает одно лекарство Которое, возможно, будет работать Кто-то предлагает другое лекарство который, возможно, будет работать, но весь мир практически, и особенно Соединенные Штаты Америки, сидят на карантине. И этот карантин, который убивает экономику, и на этом очень хорошо кто-то себе делает политические дивиденды. Все, что касается наших дорогих демократов, то чем хуже, тем лучше для них. Потому что голодному нужно дать, как говорят китайцы, не рыбку, но удочку. Так вот, вот эту удочку держат в руках у нас наши дорогие демократы, которые прекрасно отсидели у дорогих холодильников. В то время, когда народ действительно затягивал пояса, мы видели огромный 24 тысячи долларов холодильник спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая предлагала народу мороженое. Ну, мы не будем вспоминать исторические ассоциации с Марией Антуанеттой. Та, правда, очень плохо закончила. Но я думаю, что Нэнси Пелоси не ждет такая участь, потому что мы очень гуманны. Но то, что нам предлагают, это предлагают... С одной стороны, действительно нужно выходить, но никто толком не знает, как. То, что предлагает Трамп, то, что предлагает правительство, постепенный выход из сложившейся ситуации, возможно, это правильный выход. Потому что у нас огромная страна, и в этой огромной стране совершенно разная ситуация в каждом из штатов. И когда мне люди из Калифорнии сегодня говорят о том, что это все бред, это все чушь, мы все паникеры, я хочу задать вопрос. Вы, сидя у вашего бассейна, знаете о ситуации той, которая находится в стране? Или откуда вы знаете? Я вижу ситуацию в Нью-Йорке. Она немножко нормализовалась, уже так называемое плато вроде бы есть, но мы не знаем, что будет дальше, когда это все откроется. Потому что, например, вчера все пляжи Нью-Джерси были переполнены толпами гуляющих людей, которые не соблюдают абсолютно никакие правила безопасности. То есть мы не говорим о том, что вот эта дистанция должна соблюдаться. Я не знаю, нужны ли маски на пляже, насколько это нужно, когда вы находитесь один на квадратный километр, милю, или вас даже двое. Но я знаю абсолютно точно, что каждый человек должен сам для себя решить, что он может себе позволить, а чего нет, учитывая правила, которые нам предписаны, и учитывая нормы, которые нам предписаны. То, что это все еще не закончилось, об этом говорят разные источники. Вот сегодня, например, меня поразило очередное заявление нашего китайского друга о том, что он собирается дать 2 триллиона долларов на Всемирную организацию здравоохранения. Я не знаю, слышали вы об этой новости. Два триллиона, я не ослышал. Два триллиона. Может, он уже там начал печатать доллары, я не знаю. Я не знаю, но он сказал, что все, что должно быть связано с борьбой с коронавирусом, должно быть объединено под эгиду Всемирной организации здравоохранения. Ну, нормально. Которая неофициально носит название китайской организации. Совершенно верно. Совершенно верно. Я писала большую статью, а воз и ныне там, по поводу вот этой организации, которая лоббирует исключительно китайские интересы, и ее председатель, который сидит на зарплате, и был фактически избран Китайской Народной Республикой за то, что он прекрасно пролоббировал все интересы. И, может быть, то, что у нас случилось вообще в мире с утечкой информации и утечкой самого вируса, может быть, в этом определенная есть заслуга нашей Всемирной организации здравоохранения, которая сама создает проблему вместе со своими партнерами и, естественно, успешно борется. Потому что на проблеме всегда можно хорошо заработать. Можно заработать на том, что ты ее создаешь, и можно заработать на том, что ее ликвидируешь. Я вот позавчера посмотрела один итальянский сериал 2016 года или 2018, я уже не помню. Так вот, там идет как раз речь о вирусе. О вирусе, который создается, то есть абсолютно вот та ситуация, которую мы сейчас видим в художественном сериале. И я смотрела, я просто всматривалась, и я видела вот этот сценарий, который сначала у нас прорабатывается всегда в кино. Потому что, смотрите, у нас голливудские сериалы, которые выпускаются, это вот просто озвучивает то, что потом у нас появляется. Значит, кто-то об этом знает. Я не люблю теории заговора. Лен, вспомни еще одиннадцатого года фильм, напомни мне его название, голливудский наш, который тоже был как раз о пандемии там случившейся. Еще Гвинес Пелтеро играла там в роли. Я не помню, я честно говоря. В роли дамы, которая привезла этот вирус. То есть вот такие сценарии, такие фильмы-страшилки, которые как бы, они фактически мониторят общественное мнение. Вот это такое тихое, спокойное, мягкий мониторинг общественного мнения. Не знаю. Я не люблю вот эти теории заговоров, потому что, честно говоря, жизнь гораздо страшнее в результате получается, нежели то, о чем мы говорим. Я люблю статистику. Хотя статистика тоже лжет. Потому что у нас статистика... Ты угадала, о чем я хотел тебя. Почему? Потому что мы сегодня только... У нас опубликована статья, где приведены цифры. Интересные цифры, кстати. Вот только с них начну, а ты продолжишь. Когда делал агентство Расмуссен опрос очередной относительно возвращения на работу, такого цивилизованного, скажем так, безопасного, то 71% людей консервативных сказали «за». И всего 14% либеральных. Ты дальше можешь продолжить. Я одно знаю. Я считаю, что когда мы начинаем политизировать то, что реально происходит в мире нашем, это плохо заканчивается. Идет разделение на наши и ваши, а болезнь не выбирает между нашими и вашими. Я прекрасно понимаю, о чем говорят цифры статистические. Но я не хочу уходить в политику, потому что этим у нас занимаются наши демократические силы, потому что им нужны голоса. Значит, нужно дать как можно больше рыбки, как можно больше накормить всех подряд. Так вот, когда мы говорим об этих цифрах, цифры мне не нравятся. Они мне не нравятся тем, что где-то открыли пляжи, допустим, той же Флориды, и это заканчивается тем, что резко поднимается количество заболевших. Открывать надо. Но открывать надо, когда есть, по крайней мере, уже средства, которые будут лечить. Я не говорю сейчас о вакцине. Мы о вакцине не можем говорить, потому что никто не знает. И те же китайцы уже предупредили о том, что они уверены, что будет вторая волна. Они уже об этом сказали. Они уверены. И они тоже не имеют никакой вакцины, ничего не имеют. То есть мы фактически беспомощны. Хотя каждый день публикации в той стране, в другой, в третьей, четвертой. Я просто не успеваю. Знаешь, как в Одессе говорят? Говорите и вы. Говорите и вы. Да, я понимаю. Пока что мы начали уже как бы отслеживать и делать тесты. Это замечательно. У меня даже в доме есть специальный прибор, который меряет уровень кислорода в крови. И я четко знаю, что если уровень кислорода опускается до определенной цифры, то это уже настораживает. Но для того, чтобы кислород не опускался до определенной цифры, нужно выходить почаще на воздух, нужно двигаться. Естественно, желательно без маски, желательно дышать спокойно. Но когда вы попадаете в общественные места, а я говорю, в данном случае, я живу в Нью-Йорке, то есть такое понятие, вот стремно, честно говоря, идти на общение с народом без маски, потому что вы не знаете, насколько здоров рядом с вами стоящий человек. И даже если вы не заболеете, вы можете просто быть переносчиком. У вас может быть легкая стадия, а у кого-то эта стадия может закончиться летальным исходом. Я не паникер, как мне сегодня назвали передачи. Вы паникер? Вы... Нет, я не паникую. Я просто живу. Я живу в доме, где у меня муж работает каждый день, он ездит на работу. Но нужны определенные меры предосторожности. По крайней мере, нужно их соблюдать. Так вот, мы вернемся к статистике. На сегодняшний день меня очень, скажем так, не порадовала статистика в России. В это время, когда Германия открывается, Европа открывается, а в России она уже второе место после Соединенных Штатов занимает. Почему? Да потому что больше заболеваний там, где больше тестируют. В России стали тестировать. И количество заболевших в Москве тоже, там 142, по-моему, тысячи. Это много. Потому что это только начало, это будет продолжаться. И вы понимаете, мы в разное время вступили в борьбу с коронавирусом. Мы в разное время находимся в разном положении. Но вернемся в наши родные эпинаты, на нашу американскую землю. Когда я прочитала в прошлый вторник мягкие требования наших демократов, я очень долго смеялась. Потому что или плакать нужно от этого, или смеяться. Когда людям дают достаточно большие деньги, а то, что сейчас идет, вот это 3 триллиона. Вы представили себе эту сумму? Но одно дело, когда они идут действительно на помощь, мне кажется, вот надо было давать на помощь бизнесам, которые пострадали. Чтобы люди могли хоть как-то, хоть что-то начинать постепенно где-то как-то работать. Но ведь у нас же стараются всех накормить. Я вот сегодня, например, узнаю, что из прошлых денег, которые выделялись на то же PBS, мы помогали общественному нашему вещательному корпорации, Public Radio, они потратили деньги на создание прокитайского фильма совместно с китайскими кинематографистами, которые просто лоббируют китайские интересы. То есть мы сами своими деньгами кормим своих врагов. Это настораживает очень. Когда выделяются огромные деньги на вашингтонское правительство и на все, что происходит в Вашингтоне, замечательно. Им очень это надо. Когда выделяются деньги на университеты по цвету кожи. Угадайте, по какому цвету кожи. Когда даются деньги, в общем-то, тем людям, которые не должны получать, по сути. У нас же все нелегалы, все, кто имеет social security, не имеет, у нас все получают теперь деньги. Плюс вот те 600 долларов, которые доплачивали, они теперь будут не до июля месяца, а до 2021 года, до января месяца доплачиваться. Вот и посчитайте. Каждый чек, который вам будут платить, 600 долларов в неделю, это сколько получается в месяц? 2 400. 2 400. 2 400 достают. Эти люди не получали никогда таких денег. То есть абсолютно невыгодно сейчас кому-то идти работать. То есть поиски работы начнутся с января месяца. А зачем идти работать, когда ты получаешь просто на халяву, получаешь 2 400. И все. Дальше уже можно не вести никакой разговор. И когда предлагаются вот такие большие суммы, причем они предлагаются в разном варианте, разным людям, которые не должны это получать, то, естественно, экономика у нас будет стоять и будет ждать. Малые бизнесы, которые страдают сейчас очень сильно, им нужно как-то начинать работать. Я не знаю, как в Соединенных Штатах Америки это можно сделать, но у нас есть в каждом штате свой губернатор. И то, что сделает совершенно правильно Трамп, он предлагает губернаторам высказать свое мнение каждому. Он беседует с каждым. Потому что состояние дел, допустим, у меня в городе Нью-Йорк и в штате Нью-Йорк одно, а где-то в Ахлахоме уже можно спокойно идти и начинать работать. Соблюдая какие-то меры предосторожности, но нужно начинать работать. И вот те деньги, которые демократы спокойно отдают, опять же, это все не прошло сенат, но они у нас благодетельствуют всех. Они должны раздать всем сестрам по своим серьгам. И вот этот момент раздачи по серьгам особенно в год выборов, он настолько явный, он настолько прописан, четко политика, политизированный. Вот эта помощь я тебе даю, но ты помни, кто тебе дал. Ты помни, кто тебе дал. Я помню, как они возмущались тем, что вот Трамп со своей подписью чеки посылал. Какое возмущение было. А теперь они будут с подписью... Мэнси Пелоси выдавали. Лен, вот ты говорила, что не надо бы политизировать только вот пять минут назад. Но как тут не пополитизируешь, когда абсолютно намеренно делаются определенные вещи со стороны людей, которые сейчас имеют большинство в палате представителей, которые, естественно, бюджеты проходят через них. Они хотят, а, довести страну как, ну, скажем так, до ручки, с одной стороны, чтобы возникло вот то негативное, которое перевесит все остальное. А для чего это нужно? Тут не надо быть орапулом большим. Все комментаторы, имеющие хоть какой-то здравый смысл, понимают, зачем это делается на ноябрьских выборах, чтобы этот ненавистный им президент просто был, ну, скажем так, в проигрыше. Потому что то, то... Ты сказала в здравом смысле. С тем, кто идет с ним, это просто же понятно, что это даже несопоставимо, но в определенной ситуации, пожалуйста, может быть все. Я хочу сказать, что когда наши демократические оппоненты говорят о Байдене как о центристе, то мне достаточно было посмотреть на его выбор человека в его команду. Вот, например, никому не смутило три буквы? ЭОСИ. Александра Аказия-Кортес. Она будет в команде. Будет в команде. Да, она в команде, приглашена в команду, и она будет заниматься у нас environment и прочее. Сильно. То есть экологическими. То есть это не просто сильно. Это человек дает месседж. Когда он берет вот такую даму в свою команду, это говорит о том, что он уже далеко отошел от любого центра. Его центр стал левым. Его центр, Леночка, его карман, вот единственный его центр в первую очередь и в последнюю, и все его грязные семейки. Понимаешь? Я могу сказать так. Я прекрасно понимаю, что происходит. У нас происходит фарс. При всем при том, что все документы уже показаны. При всем при том, что мы все знаем, что и было, и как было. И при всем при том, обратите внимание, каждый раз, когда начинается, ну, скажем так, всплывает вот это все со стороны Трампа, и он начинает показывать, кто есть кто, тут же находятся какие-то силы, которые, естественно, будут отрицать все. В данной ситуации они просто молчат и делают вид, что ничего этого не было. Ничего этого не было. Просто весь импичмент, как каждый раз бывает документ. Вот, например, меня, как киевлянку, как человека, связанного с Украиной, меня возмущает та же Иванович. Иванович, это просто человек, не просто лгал дважды под присягой, не просто лгал. Достали документы, где четко показано 160 имейлов, непосредственно связанных с гуризмой, лоббирование интересов Байдена, просто угрожали тем людям, который выступал против Байдена. И у меня складывается впечатление, что они ничего не боятся. Вот эти люди, которых уже четко и ясно назвали, кто они и что они, они ничего не боятся. Они находятся под защитой. И чем больше их начинаешь бить, тем больше возникает образ нашего непотопляемого вашего чикагского человека, высокого, да, который попал из Чикаго сначала в Сенат, потом стал президентом. И вот этот человек продолжает оставаться серым кардиналом американской политики. Он продолжает рулить. Вот это самое страшное, что может с нами произойти, безнаказанность. А что можно сделать, когда у нас никто не хочет связываться с прецедентом? Я говорю сейчас о прецеденте. Потому что в свое время был создан прецедент, когда первый указ, который подписывает президент, новый избранный президент после инаугурации, он подписывает так называемое прощение своему предшественнику. То есть, получается, человек, который был президентом, он становится неподсуден. Его простили. Значит, он может творить все, что угодно. Но тут же Барак Обама создает другой прецедент американской истории. Он, как бы, уйдя с президентского поста, он остается президентом черным, как черный кардинал, серый кардинал. Он остается серым президентом Соединенных Штатов Америки. Мы продолжим после рекламы. Единственное, до того, как мы уйдем на нее, я хочу заметить, что в континенте вы сегодня можете прочитать и про Иванович, и про буквально сегодняшнее высказывание прокурора нашей страны Бара, который в подтверждение твоих слов сказал, что президент и экс-президент, то экс-президент и экс-вице-президент будут вне обвинений каких-либо по той самой русской саге. Почему? Ну вот, мы об этом поговорим по второй части. Хорошо? А пока послушайте объявление и возвращайтесь. Точнее, не уходите. Продолжаем нашу программу. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы к ведущим, пожалуйста, звоните и задавайте. Ну а пока продолжим разговор. Да, добрый день еще раз. Напоминаю, что у нас в гостях журналист и Елена Пригова из Нью-Йорка. И мы обсуждаем вот те самые три. Вот считаем, можно сказать, нет, не чужие деньги. Это три триллиона не деньги, которые достает добрая Нэнси Пелоси из своего кармана, да? Как ты думаешь? Ну, начнем с того, что да, Пелоси из своего кармана ничего не достает, они только получают из нашего кармана свои зарплаты, которые позволяют им безбедно существовать. И иметь холодильники по 24 тысячи. Ну, приятного аппетита, хочется сказать. И она какая-то такая высушенная, хочется ее немножко подкормить. Но я о другом. Вот я пока была рекламная пауза, я вспомнила о том, что произошло буквально на днях. Уже есть данные о том, что идет с вот этими чеками идет просто элементарная чехарда, скажем так. Идет уже, подбрасывает, уже идет чистый вброс и чистый фрод, как у нас. А, вот так? Да. Уже идут с этими чеками. Значит, поступила в документах... давайте расскажешь чуть позже, сейчас мы примем звонок, а это мы не забудем. Хорошо? Никогда. Добрый день, слушаем вас. Запишите меня, пожалуйста, а то я не могу к вам пробиться после Любы. Так, хорошо. Уже вас записали. Спасибо. Лен, продолжай. Запиши. Как я люблю подобное звонок. Все, я тебя, извини, перепил. Давай уже ты доскажешь, а то мы пусть примем. Ты сидишь и сразу мысль вылетает и думаешь, куда записать, для чего. Запишем. Все, мы все запишем. Поступила в документах записка от секретной службы, в которой утверждается, что власти занимаются распределением дела, считают, что большинство мошеннических вот этих заявлений были поданы в штате в Вашингтон, потом, я сейчас, я прошу прощения, потом во Флориде, Массачусетс, Северной Каролине, Ахлахоми, Род-Айленд и Вайоминг. То есть уже эти данные есть. О чем это говорит? Это говорит о том, что, да, вот о том, что где-то хорошо уже работают. Но вместе с тем очень интересный момент, вот сегодня я прочитала о том, что республиканский план патрулирования голосования. Мы вернемся сейчас вот к этому большому пакету из трех триллионов. Там есть пункт голосования по почте. Это входит в этот пакет. То есть это, казалось бы, какое отношение это имеет к тем деньгам, которые выдаются. Так вот это главный фактор, который голосование по почте. Голосование по почте дает возможность не просто мошенничества, такого большого подлога, вброса и всего чего угодно. Опять же, кому это выгодно? Это выгодно, естественно, будет ни в коем случае не республиканцам, это будет выгодно нашим дорогим оппонентам, которым не ва Трамп, и это самое главное, что они хотят сделать осенью, убрать Трампа. Так вот, существует республиканский план патрулирования голосования, и уже 50 тысяч добровольцев у нас есть в рядах, которые хотят следить за тем, чтобы все происходило по закону. То есть, речь идет о том, что закон должен быть одинаковый для всех. Потому что, если мы сейчас говорим о том, что появилась вот уже первая ласточка, и в этих штатах, которые я сейчас назвала, вот идет мошенничество, именно мошенничество с identity. Очень просто воруют наши social security карточки. Очень много всего происходит для того, чтобы можно было потом сделать большой вброс. Это происходит, это существует, как с этим бороться? Контролировать. Контролировать каждый голос, каждую подпись. Так вот, журнал Тайм сегодня как раз объясняет, что план стал возможен благодаря решению федерального суда 2018 года, который впервые за почти четыре десятилетия позволил республиканцам проводить кампании против предполагаемого мошенничества. То есть превентивно. А мы прекрасно понимаем, что такое уже грядет, что такое уже будет. Казалось бы, вот у нас есть защитники и противники вот этого плана. Очень мне нравятся люди, которые активно защищают голосование по почте. Особенно среди этих людей радуют те, которые когда-то уже проиграли на выборах и считают, что они проиграли только... на 50 тысяч недобрав голоса. Человек считает себя губернатором Джорджи. Бывает. мы про эту Стэси Абрамс опять же напечатали небольшой материал. Она же до сих пор как-то, ну, считает себя ... Она считает, что она выиграла. не показываешь... Да, но она не смогла приписать вот то самое, что приписалось бы. Совершенно верно. То есть, вот когда в стране есть такие политики, как Стэси Адамс, которые на белое говорят черное, на черное говорят белое и очевидного не признают, нам приходится постоянно держать какую-то круговую оборону, защищать, собственно, свои права и себя. Потому что если создан прецедент, значит, если он создан в штате Вашингтон, почему он не может быть создан в любом из наших городов убежище. У наших города убежище кишат вот этими нелегалами, которым еще в прошлом году разрешили получать права в нашем штате. Значит, когда человек получает права с фотографией, это документы. Я не помню, чтобы кто-то проверял документы людей, которые идут голосовать. Я голосовала много раз на разных выборов в нашей стране. Я никогда не помнила, чтобы мне нужно было достать какой-то документ, показать и сказать, вот я – это я, а не кто-то другой. Вот твое имя значилось. Мое имя значилось в документе. Да. Дальше. Но я купила, допустим, этот дом в 15-м году, 15 лет тому назад. До сих пор все документы предыдущих хозяев, там два человека, я получаю, и они могут спокойно голосовать здесь. То есть я могу взять эти документы и пойти тихо, спокойно с этими документами и голосовать. Это еще два голоса. А эти люди могут уже жить где-то во Флориде? Они живут, они живут. Я не знаю, живые люди. Ну, условно говоря, и там же тоже, то есть. А когда мне говорят о том, что это невозможно, потому что невозможно, в нашей стране уже возможно все. И я даже не знаю, сколько нужно доказывать, что у нас все возможно, потому что мы никогда к консенсусу уже не придем. Потому что наши оппоненты не согласятся с тем, что они просто откровенно могут подложить чужие документы. Они откровенно могут мошенничество и быть величины. Им ничего не будет. Вот эта система безнаказанности, которая распространяется исключительно на одних и не распространяется на других, эта система настолько аморальна, что она приводит к полному коллапсу вообще всей системы. Да, извини, есть еще звонок, мы попробуем принять. О коллапсе мы понимаем, так и есть. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. А вот вы говорили, что на выборы, во-первых, что они говорят, ну, что попозже, это все ясно, это демократические мульки, эти все к левой мради. Надо бы голосовать на предбородных участках, это первое. А второе, чтобы не было, чтобы не фальсифицировали, ничего сложного нету. Надо, чтобы проходили с паспортом люди и стояли, как вы сказали, проверяющие или сертификатом of citizen. Только граждане. Все. И сразу все прекратится. Вот пусть принимут закон, они будут упираться и ногами, и руками, и зубами, и когтями. Я могу вам ответить. Спасибо. Спасибо. Вы идеалист. Вы верите в то, во что никто из них уже давно не верит. В закон. Вы понимаете, для того, чтобы вы не могли прийти и проголосовать, как вы считаете нужным, для этого сегодня наша демократическая партия в лице конгрессменов, большинства конгрессменов, которые представляют эту демпартию в нашем палате представителей, они голосуют и вносят пункт вот этого голосования по почту. Так, Лена, у нас еще есть паночек извините. Да, я просто отвечу. Если они примут это, это станет законным. И тогда вы можете только возмущаться. Ой, сколько угодно. Сколько угодно. Хорошо, продолжаем. Слушатели, дорогие друзья наши, если вы звоните в наш эфир, вы все-таки дожидаетесь своей минуты, потому что на полусловие мы не можем всякий раз обрывать свой разговор. Сейчас у нас опять звонок. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Я согласен с вами, доктор, вы правильно все говорите. Он у меня с вами такой вопрос. почему не оставить эти выборы в покое и оставить Трампа. Это здравый смысл, потому что он начинал бороться с этой эпидемией. Он знает, что он делает. И все. Здравый смысл подсказывает, что надо его оставить еще на 4 года. Так, спасибо. Извините, я дальше не продолжаю. Ваше мнение понятно, но дело в том, что мы живем в демократической стране, где есть каждые 4 года, и это счастье большое. Иначе, если бы было такое, извините меня, сидел бы еще наш лучезарный Барак Хусейнович по сей день. Вы даже не сомневайтесь. У нас есть Конституция. Это самое главное, что у нас есть. Вы сказали такое слово два слова. Здравый смысл. Так вот, на протяжении последних лет мы потеряли этот здравый смысл, у нас его нет. Но не у всех, а только части нашего населения. Эта часть очень большая. Это часть, которая поверила в ложь, которую 3 года, 3 года вливали с нашей спецслужбы в сознание через средства массовой информации, которая на 92% принадлежит Демпартии и ее спонсорам. И поэтому все, что вы будете говорить, оно будет, знаете, как шарик спин-пунг, оно будет отскакивать от стенки, и никто вас слушать не будет, потому что с верующими людьми и уверовавшими людьми очень тяжело говорить, потому что здравый смысл в том, что они говорят и делают, отсутствует. Существует понятие вера. Я верю, что Трамп враг. Я верю, что Трамп рука Путина. Я верю, что Трамп не может ничего сделать. Я верю, что Трамп шут, рыжий. Причем, Лен, интересно, что вот именно категоричность я верю, не то, что я хочу верить, а я верю. Вот интересный момент. Я верю, поэтому разговаривать с верующими очень тяжело. В данном случае логика отсутствует. И все, что вы будете говорить, ну, казалось бы, вот после такого скандала, который вот сейчас вот неделю, вся страна кипит, скандал с уважаемым генералом Флином. Вы знаете, взяли и вытерли человека, вытерли об него ноги, уничтожили всю карьеру, уничтожили его жизнь, просто взяли и вот перетерли все это. И никто перед ним не извинился. Никто, ни один человек, который замешан в этом, перед ним не извинился. Я хочу напомнить, что когда нам показывали вот эти кадры, генерал Флинн сидит за столом рядом с Путиным на мероприятии Russia Today, то за этим же столом сидела председатель нашей партии Зеленых Штерн. Она тоже была за этим столом. Вы помните, вы хоть раз это имя услышали, она на одной фотографии есть никогда в жизни, потому что она не представляет интерес. Лен, извини, это совершенно бесполезно давать какие-то вот... Абсолютно. Я еще вспомнила об одном факте очень интересном. Извини, сейчас мы попробуем, если у нас есть звонок принять. Хорошо? Добрый день, слушаем вас. Скажите, вот уже три года у власти у нас республиканцы, четыре года, считай, скоро. Почему нет своей прессы? Ведь должна быть государственная пресса. Даже вот это голос Америки, это же оплачивается государством. И то, она скорее демократическая. Можно создать свою прессу? Я могу вам ответить. Я могу вам ответить. Дело в том, что когда вы говорите должна, это вы даете желаемое. Мы живем в демократической стране, и у нас нет государственной прессы, у нас есть федеральная, проплачиваемая из бюджета федерального правительства. И тоже ПБС, о котором я говорила, это все проплачивается из наших с вами карманов налогоплательщикам. Точно так же как голос Америки проплачивается радиостанция Свобода. Это все средства федерального правительства. Но в этих компаниях работают люди веками. Эти люди попали туда во времена других президентов. Их никто не убрал. И эти люди остаются теми связующими звеньями между демократической партией и нашими слушателями, нашими зрителями, целевой аудиторией. И эти люди за счет денег, которые мы платим, наших налогов, продолжают вливать яд в уши радиослушателей, телезрителей. Они продолжают вливать вот эту полуправду. Полуправда это ложь. И они продолжают говорить вот это тенденциозное оценочное мнение. У нас, к сожалению, я уже говорила много раз, повторюсь еще раз, журналистика в чистом виде перестала существовать. То есть у нас теперь существует только пропаганда. Чем отличается пропаганда от публицистики и журналистики? Журналистика рассматривает факт, пропаганда придумывает этот факт. Мы живем на протяжении последних почти уже четырех лет. Мы живем в придуманном мире с придуманными фактами. Мы обсуждаем мейнстримовая пресса нам подсовывает. Хорошо, у нас есть звоночек, попробуем принять. Добрый день, слушаем вас. Вы знаете, по-моему, мы живем в придуманном мире начиная с 2008 года. Но у меня вопрос об этом голосовании. Дело в том, что голосование по почте в принципе легально, но это было всегда исключение. Голосовали по почте военные, те, которые отсутствовали в стране, те, которые знают, что они не будут на своем участке, не просят, или знают, что они не смогут прийти на участок, это было в принципе исключение. Вот скажите, пожалуйста, что они протягивают или пытаются протащить в этом законе, чтобы было только голосование по почте или, ну, в общем, что они там пытаются нам навязать? Нет, нет, не только, Лен, объясни, пожалуйста. Вы понимаете, в чем дело? Они пытаются навязать голосование по почте, причем обязательное. Это не обязательное голосование по почте. как обязательное? Ну, как обязательное? Ты можешь решить сам для себя, как ты хочешь голосовать. С вариантом. Ты можешь в этот участок прийти, но там участок может быть закрыт из-за пандемии. Вот так. То есть они заранее, еще полгода до голосования, они заранее решили, что вот участок может быть закрыт из-за пандемии, но вместе с тем у нас работают магазины, в которых есть очередь, линии, выдерживаются. Точно так же можно по такому же принципу сделать все избирательные участки. Без проблем. Этот вариант даже не рассматривается, потому что лучше проголосовать по почте, потому что по почте вы можете все, что угодно сделать. Вы можете с почтовыми бумагами вкинуть, подбросить, недосчитать. Вы понимаете, вот эта ситуация, при которой уже существует лазейка для людей не совсем честных, не совсем порядочных. Почему? Потому что цель оправдывает средства. Речь идет о тех людях, которым нужно кровь из носу любыми средствами убрать Трампа. Лен, ты говорила, вот смотри, что уже 50 тысяч добровольцев готовы. Но тут же возникает вопрос, каким образом технически это будет выглядеть, потому что ты же знаешь, есть определенные правила. Если эти люди будут, скажем, по своей инициативе просто у участка где-то там находиться без каких-либо разрешительных документов и так далее, это может произойти. Просто какая-то драчка. Смотри, начнем с того, что у нас все основано на прецедентах. Значит, такой прецедент был создан в 16-м году, значит, этот прецедент будет создан опять. Как это будет происходить технически? Пока мы говорим о стратегии. Как тактически это будет происходить? Я пока не могу сказать, потому что никто это руком не знает. Есть желание проконтролировать. Это желание появилось от реалий, которые на сегодняшний день существуют. Значит, если есть такое желание, нужно контролировать. Контролировать обязательно надо. Я не против, чтобы контролировали были вот как во всех странах наблюдатели. Если мы говорим о каких-то, если мы говорим, например, о каких-то выборах международных, существуют всегда независимые наблюдатели. У нас независимых наблюдателей нет. Значит, тогда должен стоять один человек от одной партии, другой человек от другой партии. И это можно все всегда решить. Это можно решить в одном случае, когда есть желание что-то решить. Когда нет этого желания, а у нас нет желания что-либо решать, это самое главное, чего у нас на сегодняшний день нет. Потому что разделяя властвуй, нашу страну разделили. Нашу страну уже разделили. Когда говорят, что ее разделил Трамп, нет, ее разделили до Трампа. Трамп пытается что-то сделать, и все его попытки, к сожалению, очень часто не могут увенчаться успехом, потому что сопротивление очень серьезное, очень высокое, потому что борьба за власть, а вы должны четко и ясно понимать, это просто борьба за власть. Это борьба за контроль над нацией. И вот сейчас этот контроль идет при помощи вот этих чеков, которые вам будут выдавать. Разные формы существуют контроля. И просто надо четко и ясно понимать, что происходит. Происходит большой исторический фарс. Происходит мягкая узурпация власти. Можно так тоже это назвать. Хотя та сторона утверждает, что узурпатором выступает нынешний президент, который абсолютно по их мнению, мало того, что он недееспособен, и так далее, и так далее, так он еще не хочет работать как бы коллегиально со своими оппонентами и так далее. Ну, скажем так, когда стороне оппонирующей некого выступить, выставить на выборы, кроме Байдена, ну да, с таким анамнезом в своей деятельности страшным, и когда на это закрываются глаза и нация с промытыми мозгами, потому что большинство готовы голосовать за него, нация с промытыми мозгами, а кто промывает остатки сознания, промывает пресса, когда тебе на белое и черное говорят, и когда на черное тебе говорят, белое, на протяжении трех с половиной лет, когда вот ты сказал сейчас, вот правильно сказал, допустим, о том, что не будет рассматриваться, это Барр сказал, рассматриваться ни Обама, ни Байден. Вопрос, а почему Байден не будет? Да. Вот он, он же не подпадает вообще ни под какие статьи. Почему Байден выведен из этой схемы? Байден, который участвует в этой схеме, почему? Ну, вот видишь, он якобы, тем более, как кандидат в президенты, ну, почти без пяти минут. Ну, как же так? Это получается политика, они заслужены когда берут президента и рассматривают и подбрасывают и устраивают импичмент. Мне кажется, что сейчас самое время отменить вот этот импичмент, если это возможно. Я не знаю, это не ко мне вопрос, а к правовой, к нашему праву. На самом деле импичмент это большое пятно позора на них же самих, его не дадут. Но это мы так считаем, они считают, это мы так считаем, так считают половину страны. Нет, у нас единственное все время подходит так потихонечку к концу, я бы хотел буквально одно слово сказать относительно того, вот мы говорили о выборах, и мы, как всегда, в общем-то, призываем только к одному, можете выбирать кого угодно, там, хоть зеленого кандидата, то есть от партии зеленого, бога ради, либертарианца, кого угодно, но главным образом вы на эти выборы придите, сделайте свой выбор и выбирайте. И относительно вот наблюдений и так далее, я всемерно за, особенно в больших мегаполисах, ты знаешь, я до сих пор почему-то верю, что на периферии в небольших городах нашей страны все там будет нормально, все будет как и всегда, то есть каждый придет, проголосует за кого он хочет, потом посчитают, и вот эту информацию мне почему-то... Я понимаю, но ты забываешь один фактор, в городах живет огромное количество людей, которые являются доминирующими, и вот эти города голосуют... И вот эти города, вот в том числе твой замечательный Нью-Йорк, который очень в последнее время, трудно это прилагательное к нему применить по многим причинам, так же, как и Класс-Анджелесу и Чикаго, вот это, увы, большая проблема, потому что там рулят люди с теми убеждениями, которые идут в разрез с самой идеологией нашей страны, с самими принципами и так далее. Извини. Я могу пожелать, я могу всем пожелать... По слову и выходим. Я могу всем пожелать смотреть внимательно, что происходит вокруг, и не быть равнодушными, потому что от вашего участия зависит судьба ваших, ваших детей, ваших внуков и нашей страны. Спасибо большое, Лена. До новых встреч и всем всего доброго. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова